Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы поиграем с вами в Dragon Age Origin. На самом деле, повод, почему я засел играть в свою любимую RPG-шку, по моему мнению, Dragon Age Origin это лучшая RPG всех времен и народов. Ну, это, повторюсь, мое субъективное мнение. Повод действительно есть. На моем канале стало одна тысяча подписчиков. Это внушительная цифра. Спасибо, дорогие друзья, что вы со мной остаетесь в последнее время. Я, к сожалению, не часто радую вас своими видео, но уж простите. Нужно завести новую музу, пока я в ее поисках. Выпускаю, когда выпускаю. Уж извините меня за это. Ладно, давайте приступим. Окунемся в замечательный мир с замечательной атмосферой. Церковь считает, что именно людская спесь привела в наш мир порождение тьмы. Маги пытались захватить небеса, но вышло так, что сами их уничтожили. Они были изгнаны, поражены тьмой, прокляты, всему виной их порочность. Они вернулись под личиной чудовищ, первых порождений тьмы. Они вернулись и прокатились мором по земле, неумолимым и безжалостным. Первыми пали королевства гномов. С глубинных троп порождений тьмы снова и снова поднимались в наш мир, пока мы не оказались на грани полного вымирания. И тогда пришли серые стражи. Мужчины и женщины всех рас, воины и маги, варвары и короли. Серые стражи пожертвовали всем, чтобы остановить натиск тьмы. И победили. Субтитры создавал DimaTorzok Это случилось 400 лет назад, но мы не теряли бдительность. Мы ждали нового прихода порождения тьмы. Но те, кто называл нас героями, они все забыли. Нас осталось мало. Никто не обращал внимания на наше предупреждение. Быть может, сейчас уже слишком поздно. Я собственными глазами видел, что ждет нас в будущем. Помоги нам, создатель. Замечательная завязка. Замечательный ролик. Так, за кого бы-то поиграть? Наверняка за... Ну, для тех, кто не в курсе. Хотя я сомневаюсь, что такие люди вообще существуют. Драгон Эйдж Ориджин. Это РПГ с очень широкой системой раскачки. И у каждого из персонажей, то есть персонажа, который вы создаете сами, но при этом у человека, эльфа или гнома своя история. Если у человека это, будь он разбойником или воином, история лишь знатного человека, у эльфа он может быть далийским или городским. Так же самое и с гномами. Он может быть гномом-простолюдином, меченым и знатным гномом. Когда вы начинаете играть за мага, вы всегда начинаете в башне магов. Мне всегда нравилась, на самом деле, история Мстителя. То есть я преимущественно играл за человека. Играл я за класс либо разбойник, либо воин. Ну, и магами я играл. На самом деле, я прошел эту игру бесчисленное количество раз. Но, наверное, пойду на этот раз разбойником. И городским эльфом. Привет! Здорово! Сейчас бодренько выберем ему набор установок. Ну, и глаза у тебя, парнишка. Вот. Ну, куда не шло. Будешь Дорианом. Нет, сорвалось. Как дела? Привет! Как дела? И голос у тебя будет дерзкий. Раз я выбрал разбойника, пойду через ловкость, хитрость, силу воли. Ну, да, ловкость, пожалуй. Так, тут выберу, пожалуй, боевую подготовку. По первой. А разбойника я буду делать через лук. Средний уровень сложности, поехали. Поиграем где-то минут сорок. Ну, это уж как получится, да? Но, довольно приятно вернуться в лучшую игру. Ден-Рим, столица и крупнейший город Ферал-Дена. Давным-давно эльфы были рабами у людей. И хотя со времени их освобождение сменилось не одно поколение, до равенства еще далеко. Эльфы живут в огороженном квартале, под названием Эльфи Наш. Они работают слугами и чернорабочими у людей. Несмотря на все лишения, Ден-Римские эльфы остаются сильны, не падают духом и гордятся своей общиной. Другой мир был вам неизвестен. До сегодня. Проснись! Хватит валяться! У тебя сегодня свадьба! О, как! А что, сильно я проспал? Ага! Мы с твоим отцом решили, что после вчерашнего ты это заслужила! Ты хоть не забыл, какой сегодня день, а? Заслужила? Что, блядь? Чья-то свадьба. Две свадьбы! Твоя и Сориса! Я потому и пришла! Твоя невеста Несиара давно уже здесь! Охеренно, чё! Чем скорее, тем лучше. Я знала, я знала! Как тебе повезло! Ладно, не буду тебя мучить. Надо поговорить с другими подружками и еще платье найти. Надеюсь, она симпатичная. Да, Сорис просил передать, что ждет тебя. Так что не засыпай, не тут! Хорошо! Ну, как всегда, нас ознакомят с инвентарем. Тут у меня есть уже... вещички. Кое-какие. Ну ладно, папаша, чё расскажешь? Доброе утро, сынок! Здорово! Сегодня твоя свадьба! Как жаль, что твоя мать не дожила до этого дня. Да похуй, я женюсь. Рад, что тебе так не терпится. Эх, в этом деле я, конечно, ни в какое сравнение не иду с твоей матерью. Надеюсь, тебе понравится невеста, которую я выбрал. Вот у Сориса нет родителей, и ему придется жениться, на ком сказал староста. О, как! Да, досадно. Я ценю твою заботу. Надо бы тебе найти Сориса. Чем раньше свадьба начнется, тем труднее вам будет удрать. Не беспокойся, все будет хорошо. Да, напоследок, пока ты не ушел, сынок. Эти твои боевые премудрости, фехтование, всякое, ножи и прочее, чему тебя мать учила, не стоит про них рассказывать невесте. Она все равно узнает. Пусть уж лучше поздно. Ни к чему, чтобы нас считали смутьянами. Тут Адая была сильно неправа. Люди, убившие ее, были куда неправы. В этом мире много несправедливости. Вот, возьми, пусть будет у тебя. Мать бы этого хотела. Это скромный дар к началу новой жизни. Но больше у меня, пожалуй, ничего и нет. Ладно, иди. Сори, с тебя, наверное, заждался. А мне еще надо кое-что тут доделать. Снижение враждебности. Нет. Я немножко болею, поэтому прошу прощения за посторонние звуки время-то-времени. Так, где моя невеста? Вот, можно со всеми разговаривать. А вот и счастливый жених. Привет, лапушка. Постой, дорогая. Он, наверное, нас и не помнит. О, да, конечно. Я Дилуин, а это Гетон. Мы были друзьями твоей матери. Тебя мы давно не видели, с тех пор, как она... Ну... Ну, ясно. Расскажите мне о матери. Отец по-прежнему о ней не говорит, да? Адая была прекрасна и полна жизни. Но немного дикая. Больше всего на свете она ждала твоего появления на свет. Жаль, что ей не довелось увидеть тебя взрослым. Мы просто хотели тебя повидать в такой день и пожелать добра и счастья. Спасибо. Мы скопили к этому дню немного денег. Мы... Мы надеемся, что они помогут тебе в новой жизни. Это большая честь для меня. Спасибо. Храни тебя, Создатель. Иногда люди вопят по поводу озвучки Dragon Age Origin. Но мне похуй. Все по той простой причине, что эта игра замечательна. А Dragon Age 2 и Dragon Age Inquisition говно. Опять же, по моему субъективному мнению. А вот и мой счастливый двоюродный братишка. Здорово. Ну что, отметим последний день нашей свободы? Да все будет нормально. Че ты бздишь-то? Тебе легко говорить. Очевидно, твоя невеста это предел мечтаний. А вот моя просто дохлая мыша какая-то. Уверен, она вполне себе лапочка. Великолепно. Следующие полсотни лет я проведу с лапочкой, запасающей зернышки на зиму. Давай-ка пойдем и познакомимся с твоей сказочной сужиной, пока ты не сказал «Да, согласен». Идет? Да, согласен. А где она там обитает? А вот и герой дня. Как ты, Сорис? Я в порядке. Ты знаком с моим двоюродным братом? У него сегодня тоже свадьба. Можно сказать, что и не знаком. Поздравляю вас обоих, дорогие женихи. Спасибо. Сорис, хочу тебе сообщить. Мои братья не придут, они... они ушли искать долийцев. О как. Ага. Эльфов, якобы живущих на свободе и бродящих по лесу. Только я в них не очень-то верю. Ну, а братья мои верят. Даже Алларит клянется, что долийские эльфы спасли его по дороге в Ден-Ирим. Ха-ха, чушь какая. Вообще-то нет. Не знаю, почему бы им не существовать. Я тоже. Но ведь все говорят, что они вроде как дикари. Я боюсь за братьев. А-та-та. Они отшельники, а не дикари. Не бойся, Тадор. Уверен, с твоими братьями все будет хорошо. Надеюсь. Ладно, мне пора. Еще раз поздравляю обоих. Спасибо. Далийские эльфы. Поторопись. Жди-не жди, легче не станет. Пошли заглянем, кстати, в этот. В магаз. Может, тут что прикупить можно? Что ты здесь делаешь? Тебе же к свадьбе готовиться надо. Это да. Прямо сейчас? Ничего. Я как-никак на свадьбу собираюсь. Скажешь? Че, фигел, что ли? Гавнюк. Ладно. Иду, иду. Так и быть. Если колеса не отвалятся, доверемся доме. Лутать тут можно все, на самом деле. Прими наше поздравление. Мы хотели побывать на торжестве, но надо уходить. А что случилось? Наш домовладелец-человек решил продать дом, в котором мы жили. Там будет склад. У нас нет денег, чтобы поселиться в другом доме. И мы уезжаем из Донерима. Жаль. Прощайте. И ты прощай. Вот, как вы видите, эльфов тут ущемляют по полной программе. Пусти меня! Прекрати, прошу! Что у нас тут? Вечеринка? Ну что, ребята, разбирай девок! Ха-ха-ха-ха! Давайте, парни! Давайте-ка, парни, возьмем эту эльфийскую цыпочку, такую молоденькую и сладенькую. Только тронь, мрази, ты труп! Господин, пожалуйста, у нас же тут свадьбы! Молчи, трянь! Я знаю, о чем ты думаешь, но, может быть, лучше не вмешиваться. Я тебя слышал, а теперь отвали. Только давай попробуем договориться миром, ладно? Что это? Двое женихов лично пришли выразить мне почтение. Ха-ха-ха-ха! Лучше бы тебе свалить отсюда да поскорее. Ха! Ты это слышал, Воган? Ха! Ты хоть знаешь, кто я такой? Мне еще это похуй. Нормально. Ты в своем уме? Это Вогануриен, сын Эрла Донорима! Что? О, создатель! Да, блядь, это досадно. Да, но пугать их явно не стоит. Отнесите его домой, если он не расскажет, мы тоже не расскажем. А ты нахал, остроухий! Погоди, еще доиграешься. Давай, давай. Вали отсюда, пиздюшня. Ох, ребята, кажется, я наломала дров. Да, я с тобой. Да не бойся ты, не станет же он кричать на всех углах, что эльфийка оглушила его бутылкой. Будем надеяться. Пойду, приведу себя в порядок. Остальные в порядке? Мы так все переволновались, что это было такое? Похоже, сын Эрла слишком рано пристрастился к спиртному. Ну ладно, давайте не будем из-за этого портить себе праздник. Вот это Валора, моя невеста. А твоя спутница, это моя невеста. Ну, наконец-то мы познакомились. Сорис очень много о тебе рассказывал. Иногда даже хорошее. Не заставляй меня краснеть, не Сиара. Ладно, мы пока оставим вас вдвоем. А вот и мы. Волнуешься, я вижу. Волновался, пока не увидел тебя. Я... у меня нет слов. Надеюсь, я окажусь достойна такой любви. Пойдем, братишка, пусть они пока готовятся. Мы к вам вернемся чуть попозже. Не исчезайте никуда. Или мы сами явимся по вашу душу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Только не оборачивайся. Мне кажется, у нас новые неприятности. Че случилось-то, блядь? Еще один человек вошел. Наверное, кто-то из прихвостней Вогана. Донка. Кто бы он ни был, надо его выпроводить поскорее, пока кто-нибудь не наделал глупостей. Не пари хуйни. Давайте действовать быстро. С каких ворот он пришел из дальних вроде. Доброго дня. Полагаю, в связи с готовящейся свадьбой уместно поздравление. Спасибо, но тебе лучше уйти. Не хочу неприятностей. Какого же рода неприятности ты имеешь в виду? просто эльфинаш неподходящее место для людей. Прошу прощения, но я не собираюсь уходить. Отлично. Может быть, мы договоримся? он не теряет самообладание, даже когда спорит с незнакомым, да еще и вооруженным человеком. Просто подарок не правда ли, Валендриан? Я бы сказал, что умение держать меч в ножнах подчас ценнее умения держать его в руке. Приятно встретить тебя снова, старый друг. Мы так давно не виделись. Ты знаешь этого человека, старейшина? Или нет? Лучше друзья старейшины здесь всегда рады. Вот как так быстро меняешь тон? Позвольте представить Дункана, главу Серых Стражей в Фералдене. Уважаемый человек! Рад знакомству, Дункан. Взаимно, юноша. Но мой вопрос остался без ответа. Что ты здесь делаешь, Дункан? Случилось наихудшее. Начался мор. Король Кайлон собирает Серых Стражей в Астагаре. Мы будем бороться с порождением тьмы вместе с его армией. Да, я слышал новости. Тем не менее, сейчас не лучшее время. У нас будет свадьба, даже две. Я вижу. Пожалуйста, приступай к церемониям. Мои заботы пока подождут. Отлично. Дети, примите Дункана как моего гостя. И ради Создателя усядьтесь на конец. Не буду вас больше отвлекать. Поговорим позже. О, Сорис, это ты. Я боялась, что ты сбежишь. Нет, я здесь. Еще один жених на буксире. Хорошо. Я так рада, что мы это наконец-то сделали. Че мы сделали? Кажется, все готовы. Я ничего не проматывал. Удачи, Сорис. И тебе, братишка. Может, все будет не так уж и плохо. Друзья, члены семьи, сегодня мы чествуем не только этот союз, но и наш род и родственные узы. Мы свободный народ. Но так было не всегда. Андраста, пророчица Создателя, освободила нас из пуд рабства. Община растет. И важно помнить, что наша сила в преданности традициям и друг другу. О, блядь. Заебись. Милорд, какой неожиданный сюрприз. Простите за вторжение, мать, но я я устраиваю праздник и нам дико не хватает гостей женского пола. Милорд, у нас свадьба. Ха! Если любишь наряжать своих зверюшек и гонять с ними чай, твое дело. Но не притворяйся, что это настоящая свадьба. Что ж, мы вовремя, правда, ребята? Я хочу сказать, все дамы здесь. Возьмем этих двух, ту, что в тесном платье и где-то сучка, которая грела меня бутылкой. Вон она, лорд Воган! Оставь меня, прыщавое ничтожество! Суки! О, я приручу ее с удовольствием. Да посмотрите, как хороша невеста! Что делать? они схватили шани. Ах, да! Наглый коротышка, который думает, что достоин со мной разговаривать. Это да! Не переживай, я верну все, что останется, как раз к медовому месяцу. А-а-а! Если мой господин пожелает... Не души, насколько я вижу. Во дворец, парни! Ха-ха-ха-ха! Ты меня слышишь, братишка? Ты в порядке? Сейчас разберемся с этими пидорами. Пожалуй. Воган схватил Шиани, Нисиару, Валору и других женщин, что были на свадьбе, и утащил их к себе во дворец. Старейшина разговаривает с Дунканом, тем серым стражем. Все пали духом. Ну что ж. Надо придумать, как им помочь. Как-то опасно это звучит. Давай выясним, о чем они говорят. Прошу вас, послушайте меня. Я понимаю и разделяю ваше негодование, но мы ничего не можем поделать. Сущая правда. Если погнаться за ними, будет только хуже. Неужели мы это так оставим? Они уволокли мою сестру! Где они сейчас? Подозреваю, их отвели во дворец Эрла. При других обстоятельствах я бы просто подождал. Увы, то, что я слышал о сыне Эрла и его пристрастиях, заставляет волноваться. Они могут быть в опасности. Нам нужно что-то предпринять немедленно. Ну что мы можем поделать? Вы понимаете, что речь идет о дворце Эрла? Даже если Эрл с рыцарями в отлучке, там все равно есть стража. Старейшина, позволь сказать, я работаю во дворце и могу провести одного-двоих через вход для слуг. На лишнюю пару эльфов никто не обратит внимания. Если женщины там, значит без драки не обойтись. Если кто-то сможет войти и выйти живым, это ты. Не хотелось бы говорить, но это так. Мать хорошо тебя обучила. Ты справишься, особенно если и Сорис поможет. Для такого дела тебе понадобится оружие. Возьмите мой меч и арбалет. Мужчина должен быть способен достойно постоять за близких. Спасибо, Дунхо. Значит, решено. Я буду молить Создателя, чтобы он помог вам. Вы с ума сошли! Стражники сравняют землю и весь эльфинаш. Довольно, Эльва. Ты свое слово сказала. Они попытаются, ради собственной чести и чести женщин. Доверимся Создателю. Пойду посмотрю, все ли спокойно. Когда будете готовы, встретимся у ворот Альфинажа. Хорошо. Мне бы боевую броню, конечно, какую-нибудь А там этого торгаша нету? Если бы я только мог что-нибудь сделать, но, увы. У тебя есть оружие или доспехи? Ну, ты же знаешь, что оружие в Альфинаже запрещено. Давай, короче. Я не могу ни делать его, ни продавать. Даже за его хранение меня могут... Смотри, поосторожнее там. Больше мне нечего сказать. Ты серьезно, да? Ну, ладно. Видимо, нет. Что ж, ладно, выдвигаемся. Сынок, я не знаю, что сказать. пожелай мне удачи, отец. Да направить создатель тебя и твою руку. Все, йола. Я пошел. А, ворота в Альфинаже в другой стороне. Я верну сестренку и свою невесту. Графика пусть и устарела уже на сегодняшний день, но играть все равно приятно. Считай, что твоя взяла. Я договорился, чтобы вход для прислуги оставили незапертым. Ты готов идти? Да. Отлично. Спрячь оружие и иди рядом со мной. Постарайся вести себя естественно. Естественно. Он сказал спрятать оружие. Хотя нет, я лучше выставлю основное оружие просто на слот, а слот этот закрою. ясно. Все хорошо. Отделаемся как них поскорее. Мы до тебя доберемся. После тебя, братишка. Совсем рядом. Давай. Кишка танка. Ой, смотрите-ка, эта зараза хочет драться. то, что нужно. Ага, силы не хватает пока что. Это досадно. Так, двигаться-то куда? Пора немного подразмяться. Так, так, сейчас. Повеселимся. Ты заплатишь за воду, мы продедуем, человек. Пойду-ка я лучше со стражником разберусь. Что, порезвимся? О! Какая прелесть! Что-то просто пашки просекают. Давай-ка поскорее! Не дурно! Что ты птина поборыла? Вот незадача! пойдет! У тебя даже оружия нету. е-мое. Как это я так протупил-то. на вот вооружись. После тебя, братишка! Божество устраивать. Идем дальше. Надо похилиться. Так, сейчас эти хилки выставим на слот. Проюзаю фолианы. Халявные. И прокачаюсь. Ловкость. Телосложение. И, пожалуй, в силу. тут еще один навык. Возьму-ка я, пожалуй, инвиз. И можно двигаться дальше. Мы до тебя доберемся! Ты заплатишь за вогановый проделки, человек! Ну, куда идти, пока что непонятно. Да ладно, начали бой, так начали. Насрать. А вот он. Ну, вот и все. Там внутри стражник, но он обычно пьян или спит. Где найти Вогана? Возможно, он в своем штабе. Это северная сторона дворца. Куда могли отвезти женщин? Я не знаю. Думаю, они должны будут развлекать Вогана и его подручных. Ясно. Все в порядке, мы готовы. Удачи. Будьте начеку. Спасибо. Он и так рисковал своей жизнью еще просить его о помощи. Это скотство. Игра полнится на самом деле сложными моральными и этическими выборами, поэтому нет, нахуй, трогать мы его не будем. Я пошел. Чужие во дворце, тревога. Даже не знаю, способен ли я... Чужие во дворце, тревога. Даже не знаю, способен ли я на такое, братишка. Ну-ка, ну-ка. Че, проснулся, что ли? Кого валим в первую очередь? Так, ты не как смерти хочешь? Ну, держись! Здесь я, здесь! Это тебе за Шани! Иду, иду! Ну, пособираем говнеца в кольчужку. Замечательно, какая-то броня-то. Ну, ты можешь одеть кольчужку, вот и таскай ее. А мне бы что-то полегче надо найти. Эй, вы! Вы кто такие? Говорите быстро, паршивцы, пока я стражу не позвала. Она вам живо уши поотрезает. Да ты что? Мы новые слуги. Новые слуги? Меньше всего сейчас на кухне нужны противные эльфы. Только серебро крадут и заразу свою эльфийскую разносят. Погодите, почему вы так одеты? Вы разбойники? мятежники, преступники! Блядь. Стража с вами быстро! Ты не представляешь, как долго ждал тот инородец. Я Дарьян, это соус. Рад вас видеть. Я Адвин, поваренок. Один друг моего друга предупредил, что вы придете. Женщин отвели в покой лорда Вогана. Вам лучше поторопиться. Воган не отличается особой нежности. А теперь извините, но я уберусь отсюда, пока не разразилась буря. Давай, давай, спасибо. Давайте посмотрим, что в кладовой. Не, ну мы снесем естественно все, вообще все, все, что можно снести. где ты взял оружие, эльф? Ой-ой-ой. Живо признавайся, мразь. Мразь? Играй себе в свою игру, может быть и цел останешься. Ты рехнулся? Вы будете умирать медленно, твари. Да ты что? Обоссаться можно. Испугался пиздец. Ты че там, ударами не умеешь пользоваться? Окончил с этим быстро. Ёбни его. И как меня угораздило в это вляпаться? Но мы-то сильнее. Отлично, принимаю вызов. Прекрасно. Че он там? Закатился под стол? Вот жалко его достать не могу теперь. И пиксель хантинг мне не поможет. А не, поможет. Кинжал. Замечательно. Ну, поскольку мой персонаж так же умеет обращаться с луком. Че за кинжал? 4.0 4.0 точно такой же. Гуловой я могу, увы, взять только в основное оружие. А тебе во второстепенное втыкну карбалет. Ну, пускай будет друг пострелять захочешь. Иду, иду. Это тоже кладовая. Брэнди. Да, выпивки нахватаем от души. А где у них тут оружейное? Жаль, не подписан. А то я с удовольствием заглянул бы туда. И я пошел. Куда это ты пошел? Ну, стой, падла. А А А А А А с ног его сбей. Эй, осторожно, братишка! Немножко контроля у тебя. хорошо. А вот оружейное. Что вы люди от нас никак не отстанете? не как смерти хочешь? Ну, как тебе сказать? Покончим с этим быстро. оружейное. кто-то сомневался? Оружейное. Как я хорошо зашел-то, а? ой, как прекрасно. Вы посмотрите на это, а? Прям то, что нужно. Одену для сета, пускай будет. ну, шлемы тут дебильные на самом деле, поэтому нет уж увольте. А тебе не хватает силы для использования. Вот это печально. Булава у тебя такая же, да? точно, надо бы еще амулеты воткнуть. Вне боя, это нам не нужно. К защите шансы отразить враждебную магию. А втыкну на все характеристики хитрости шанса критической атаки. поясок. Телосложение усочивости к огню. Пробивание брони восстановление выносливости шанс критического удара в спину. Ко всем характеристикам опять же. Хорошо. но моему напарнику я ничего втыкать не буду. Хорошо ж мы нашли все-таки оружейную. Теперь можно без боязни двигаться дальше. Вот и еще одной эльфийской самкой в мире меньше стало. А все-таки жаль. Тушка очень даже ничего себе. Ну это ты привиледничаешь. Она вполне еще теплая, так что можешь. Заткнитесь вы. У нас гости. зря вы сюда зашли ребята. Сами знаете как это бывает. Свидетели нам ни к чему. Сейчас вам пиздец за это будет суки. Может пойдешь вперед братец? Если придется я буду себя бояться. Какая прелесть. я пошел благослови создатель мое оружие мрази. Они они убили ее поверить не могу. Надо спасти остальных. Тогда стоит поторопиться. Время не терпит. Главное не шуметь. Главное не шуметь? Ты серьезно? Что там этот фехтовальщик дает плюс 4 к атаке? Ладно воткну тебя фехтовальщика этого хер с ним. Больше тут поживиться нечем. Кого это они кстати убили то? Незнакомую девчонку. Ты куда? Иду иду надо почаще в спину заходить. Булава при парке хорошо отделаемся от них поскорее тут я зря живо какая прелесть ну ничё я сейчас собак в спину то зайду иду иду благослови создатель мое оружие хорошо что все кончилось неплохо так загон лучше не трогать они ведь ебнутые они ведь нападут опять же текать них поскорее иду иду но держись т.к. 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 славод ты т.к. Непорядок. Регенерируй. Пока. Нормально все. Не выдумывай. Ты хорошо дрался. Сейчас он отрегенерирует, и мы пойдем. Экспо на выбивал. Просто прелесть. Ну, сука, пора бы научиться. покончимся осторожно сзади принимаю вызов хороший щит или говно ну пускай этот будет по характеристикам вроде одинаковая да, одень пожалуй вот эти вот ноги чтобы у тебя брони было побольше тут еще коморка какая то есть а не ведущая никуда я понял о не нахуй иду иду ой смотрите ка эта зараза хочет драться хорошо хорошо теперь ты заходишь и сходу выносишь этого мудака так а ты заходишь ему в спину и начинаешь лупашить ну ну не дурно а мы неплохо справляемся я вам так скажу ха чё это ты удумал получай а а а а а а сзади а а а я пошел нужен ключ давай пойдем сюда закрыто досадно там какой то большой проход а а это даже можно открыть что так что ты заходишь ты заходишь и сходу занимаешься вон тем чуваком кончим с этим быстро а а я этого а 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 Несем все Если что, пускай думают, что это он спиздил Вот, вот так вот Все хорошо, все нормально, мы ничего не брали Это все он, падла Так И я пошел О, при парочке Вот вообще отлично И я пошел Так Так Я Ну иди мне, вот что ты стоишь, блядь Да дерись, сука Иду, иду Заебал Я сделаю Ну что дальше Мне это не нравится Спокойной ночи, тварь Выживали при парку Иду, иду О, хороший щит выпал этому Товарищу Хотя нет, такой же самый Просто железный На, срать Все, пора забирать девчонок и сваливать Ох, ну надо же Кто это тут у нас Не беспокойся Мы с ними в два счета расправимся Тише, дурень Ты взгляни, сколько на них кровищи Как ты думаешь, что это значит? В первую очередь Что жить тебе осталось недолго Давай посмотрим Ты кое-чему обучен Будем драться Может быть, вам даже удастся нас убить Мой отец этого вам с рук не спустит Весь ваш свинарник сравняют с землей А можете поступить и по-другому Развернуться и уйти С сорока с оверенами в кармане Вы берете деньги И уходите из Ден-Рима Сегодня же ночью Никаких последствий Идите, куда глаза глядят Ты серьезно? А с женщинами что? Женщины останутся Они пойдут домой завтра Ну, пообтреплются немного К тому времени вы давно уйдете Вот такое мое предложение Согласен или нет? Эм Нет Тьфу, вот и говори После этого с остроухими Проще выпустить вам кишки И не мучиться Попробуй Дура, что затеяла это Если ты так настаиваешь Мудачок чему-то ручен Уж я-то позабавлюсь Уж я-то позабавлюсь Ух! 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 Ой! Ух! 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 знаешь это точно я поищу остальных в задней комнате а ты сейчас нужен шиани не оставляйте меня одну умоляю умоляю отведите меня домой все будет хорошо столько крови не могу на это смотреть она повсюду ты убил их правда всех это был мой долг хорошо хорошо она поправится а чтобы сделала ты на ее месте кстати а где моя невеста ёбаный в рот я в порядке хуже всего пришлось твоей подруги нас они решили приберечь на потом не верится что ты пришел за мной я не мог бросить тебя на произвол судьбы спасибо да подавись надо уходить поскорее немедленно отличная мысль я пойду последним скорее бы выбраться вы вернулись шиани ранена а где дочь тармея нола с нолой беда она сопротивлялась ее убили понятно девушки пожалуйста отведите шиани домой ей надо отдохнуть конечно а теперь скажи мне что случилось семейство эрла чуток подкоротилась значит воины вероятно уже идут к нам у вас немного времени хорошо мне нужно уехать на некоторое время из данной рима все-таки дошло до этого стражники делаешь без паники пели посмотрим что будет будет мне нужен валендриан старейшина эльфинажа я здесь капитан я так понимаю вы пришли посмотреть что осталось после праздника не притворяйся что не знаешь о чем я мы все равно накажем виновных сын эрла найден мертвым в луже крови и не только он в крови весь дворец мне нужны имена виновных немедленно это моих рук дело думаете я поверю что такое мог устроить один эльф мы не так уж беззащитный капитан называвшись сами вы спасаете многих я не завидую вашей участи но не могу не восхититься благородством эльф посидит в тюрьме пока не вернется эрл остальные по домам капитан я вмешаюсь с вашего позволения что такое серый страж вы же видите что мы уже во всем разобрались будь что будет сим прибегаю к праву призыва серых стражей я беру этого пленника под свою опеку ты правда можешь это сделать сын угнетенного хорошо серый страж не могу сомневаться в твоих правах но об одном все же попрошу берите его и уходите из города сегодня же договорились теперь остается вывести стражу на улице пока не поднялся шум идем что ж придется тебе пойти со мной попрощайся со всеми и приходи когда будешь готов уходим я понял не задерживайся я обещал уйти с тобой с города до заката пойду к я попрощаюсь со всеми и начну пожалуй со своего дружка спасибо там во дворце ты спас мою шкуру ты тоже мне очень помог я просто делал то что было нужно как и всегда что ж хотел бы я всегда поступать так же хватит мечтать о несбыточном остепенюсь заведу хозяйство валора хорошая женщина она говорит что знает как сделать нашу жизнь лучше твой отец велел женщинам устроить шани у тебя в комнате навестишь ее перед уходом обязательно удачи братишка ты с детства был для меня героем теперь ты будешь героем для всех пойду попрощаюсь с сестренкой что ж если тебе уготована создателем такая участь тогда будет так твоя мать это одобрила бы ну естественно надеюсь очень на это надеюсь береги себя сынок будь осторожным и разумным и да ты сам знаешь нам будет тебя не хватать о это ты не тиара твой жених вернулся иду спасибо тебе за меня за сорис за все я навсегда у тебя в долгу так оставляю вас наедине спасибо валора что теперь будет твой отец сказал что ты станешь серым стражем да значит ты уходишь я вернусь за тобой не вернешься у серых стражи не бывает ни жен ни семей боюсь нам так и не узнать что могло бы быть если твоя подруга ждет счастливого пути ну да ладно может для нее так будет лучше ты взял на себя всю вину за случившееся ты настоящий герой ты это знаешь прекрати сестренка я просто сделал то что было нужно ты всегда так делаешь а тебе когда нибудь сложит легенды когда все на свете обернулась против меня пришел ты с огнем в глазах как герой из рыцарского романа я этого никогда не забуду я люблю тебя будь достойным серым стражем я тоже люблю тебя сестренка храни тебя создатель вот и все собственно самое время уходить я пошел вот так и заканчивается собственно пролог за эльфов точнее за городских эльфов дальше повествование идет стандартным образом мы отправляемся с Дунканом в Астагар и там начинается война с порождением тьмы всем спасибо за просмотр с вами был Марс кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал оставляйте свое мнение в комментариях всех еще раз поздравляю нас стало одна тысяча десять сотен прекрасная цифра всем спасибо всем пока до новых видео до новых видео